12-13 ноября 2015 года мы проводим третью Всероссийско-научно-практическую конференцию «Третье маршаковские чтения», посвященную 128-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака. Сегодня у нас творческая составляющая нашей конференции. Здесь выступает множество приглашенных коллективов. Коллективы у нас приехали не только с нашего района, где расположен колледж, но также с всего Северного административного округа и с города Москвы. Также у нас представлено Подмосковье. Помимо творческого конкурса «Фестиваль Маршака» у нас сегодня проходили мастер-классы, посвященные творчеству Маршака и его переводам. Идея нашего мастер-класса проиллюстрирует произведение Маршака. Естественно, мы сначала знакомимся с художниками-иллюстраторами, с иллюстрациями непосредственно данных книг, которые нам предоставила любезная библиотека колледжа. Изучаем некоторые произведения или вспоминаем произведения детства и уже их иллюстрируем. Но буквально 5 минут назад мы с ребятами провели мастер-класс по зарисовке льва из произведения львята Маршака. Ребятам понравилось. Работаем мы художественными материалами простыми. Это карандаши, ручки, фломастер. В принципе, то, что может быть у студента или у маленького ребенка всегда под рукой. В нашем кольже предусматривается работа с разными материалами. Но так как осень, день рождения Маршака, 3 ноября, мы решили делать памятную открытку, посвященную творчеству Маршака. Раздаем вот такие вот заготовки. И дальше нужно выполнить аппликацию в технике флористика. То есть работы с разными засушенными листьями, цветами. И помимо всего прочего, как бы учим складывать нужную композицию и оформлять открытки. Так как самым ярким экспонатом вашего музея, я считаю, остается автобус номер 26, я поэтому и взял это замечательное стихотворение, которое, как и в других стихотворениях Самуила Яковлевича Маршака, не только рассказывает нам, в данном случае, о многообразии животного мира, но и является настоящей, правда, Самуил Яковлевич Маршак назвал ее смешной азбукой. Мы всегда ждем новых участников, расширять свой географический кругозор, ждем международных представителей, поэтому наши двери всегда открыты.